Внимательный зритель при просмотре фильма «Белое солнце пустыни» может обратить внимание на весьма странные наручные часы на руке товарища Сухова. Огромные и на необычном ремешке. В процессе поиска информации по данному вопросу я углубился в просторы интернета, и вот что мне удалось найти. На руке товарища Сухова версия так называемых траншейных наручных часов. Об истории появления таких механизмов я и хочу вам сегодня рассказать. Господа, а вы тем временем не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео. Если быть точным, то Сухов использует в качестве наручных часов ковровые или каретные. В фильме Владимира Мотыля это модель фирмы Павла Буре. Такие часы обычно размещались в экипажах или каретах. Они были больше по размеру, чем карманные и не имели передней крышки. Но зачем же было цеплять их на руку? Неужели не имелось нормальных наручных часов в то время? На самом деле, наручные часы появились задолго до 20 века. Создатель первых таких часов неизвестен, как и то, в какой год они впервые появились. Однако, первое упоминание о таких часах появилось в 1571 году, когда Роберт Дадли, граф Лестер, преподнес подарок Елизавете Первой богато украшенный браслет с часами. Вплоть до 19 века особого распространения такие часы не получали. Перед их массовым распространением существовало две главные проблемы. В то время, во-первых, маленькие часы не отличались особой точностью, а во-вторых, более надежные карманные часы были иконой стиля. Здесь надо уточнить, что в конце 19-го, начале 20-го века наручные часы считались женским украшением, а для мужчины носить такое было дикостью. Например, один из джентльменов той эпохи писал «Лучше носить юбку, чем наручные часы». Среди мужчин в ходу были только карманные часы, которые обычно придавали статус своему владельцу и были богато украшены. При этом некоторые фирмы все же производили мужские версии наручных часов. Они считались позволительным аксессуаром для спортсменов. А в то время спортсменом считался любой человек, занимающийся хоть какой-то спортивной деятельностью. А также для военных. Жирар Пергу стал первым предприятием, наладившим выпуск наручных часов. Экземпляр за престижным номером один получил немецкий кайзер Вильгельм I, посетивший в 1879 году Берлинскую международную выставку. Монарх впечатлился диковинкой и заказал 2000 экземпляров для офицеров императорского флота. Все дело было в том, что морякам было крайне неудобно использовать карманные часы в морском походе, а особенно при качке. Отличительной особенностью морского хронометра, помимо необычного ремешка, была изящная решетка, защищавшая стекло от удара. В британской армии офицеры также с середины 1880-х годов оценили удобство наручных часов. Так они стали неотъемлемой частью офицерского набора, который, к слову, офицерам приходилось покупать самим на предоставленные государством деньги. Особенно наручные часы стали популярны в офицерском кругу после Бурской войны, где такие часы носили как буры, так и офицеры Британии. В Англии стали появляться фирмы, занимающиеся созданием часов на ремешке. Одна из самых известных, Вилсдорф энд Дэвис, открылась в 1906 году. Ее создателем был Ганс Вилсдорф, основавший впоследствии фирму Ролекс. Однако у гражданских лиц мужского пола в любой европейской стране в предвоенный период наручные часы все так же были не в ходу. Все изменила Первая мировая война. Тысячи людей были призваны на фронт. Начавшись как маневренная война, она быстро перешла в фазу окопной. Практически впервые полководцы не видели все поле боя, а сидели в своих штабах. При этом действия огромных масс войск надо было как-то координировать. Пулеметы, колючая проволока, массовые артиллерийские обстрелы и траншейная война значительно осложняли дело. Требовалось жесткое согласование действий войск, масс пехоты и артиллерии, а следовательно нужны были часы, как минимум для каждого офицера, а то и для рядовых солдат. Но из-за раздувшейся без мира армии, часовые фирмы воюющих сторон не успевали производить столько необходимых механизмов. И тут на помощь пришли умельцы, кустарно модифицирующие карманные часики. Они приваривали к ним проволочные дужки для установки кожаного браслета. Так появились первые траншейные часы. Они были переходным этапом от карманных часов к полноценным наручным. Их отличительной особенностью являлось наличие приварных дужек к обычному круглому корпусу карманных часов. Например, в современных наручных часах дужки для браслета являются неотъемлемой частью дизайна корпуса, а не просто приварным элементом. Еще одним вариантом траншейных часов был кожаный ремешок, так называемый запясник, со специальной выемкой под обыкновенные карманные часы, которые туда просто вставлялись. Не отставали и часовые кампании. Во время войны несколько швейцарских фирм, начавших продвигать эту новую технологию в самом начале боевых действий, оказались в выгодном положении. Поскольку они находились в непосредственной близости от места действия, производство наручных часов резко расширилось. Воюющие стороны снабжали такие швейцарские производители, как ИВЦ, Омега и другие. Основными производителями наручных часов для военных в Англии были H. Williamson, H. White и Earnhardt. Компания H. Williamson, выпускавшая траншейные часы в Ковентри, в своем отчете за 1916 год сообщала. Известно, что уже каждый четвертый солдат имеет наручные часы, а оставшиеся трое приобретут их при первой же возможности. В списках экипировки для британских офицеров наручные часы теперь стояли на первом месте. Не отставали и немцы. Как уже говорилось ранее, морские офицеры там получили наручные часы еще в 1880-х годах, а уж распространение траншейных часов стало поистине массовым. В США, как и в Российской империи, наручные часы не очень жаловали. Они считались недостойными настоящих солдат. Однако война быстро расставила все по местам. В Америке огромное количество карманных часов под брендом Ingersoll произвела фирма Waterbury Clock, ставшая впоследствии известной как Timex. Многие из них она затем переделала в траншейную версию. В 1917 году фирма выпустила, пожалуй, самые распространенные часы этой войны – Ingersoll Radio Light. В русской же армии были распространены запястники, то есть ремешки, куда вставлялись карманные часы. Также у офицеров в ходу были и кустарные переделки своих часов путем приварки проволочных петель для ремешка, но в куда меньших объемах. Вероятнее всего, у солдат и офицеров не было желания портить свои красивые карманные часы, которые часто были наградой за храбрость в бою. Это и заставляло использовать так называемые запястники. Война шла своим чередом, и прогресс траншейных часов также не стоял на месте. Так как атаки на вражеские траншеи часто совершались в предрассветной темноте, то офицерам как-то было нужно определять время без привлечения лишнего внимания противника. Так появились люминесцентные стрелки и цифры на часах. Первоначально они просто красились специальной радиоактивной светящейся краской на основе радиа. Таким образом можно было модернизировать любые свои часы, хоть карманные, хоть на ремешке. Однако такая поделка имела один изъян – краска плохо держалась на стрелках и цифрах. Часовые компании стали изготавливать часы со специальными выемками под краску на стрелках и цифрах циферблата, которые позволяли ей хорошо держаться. Она давала ровный и достаточно яркий свет, который позволял в темноте разглядеть время атаки. Другим нововведением стало небьющееся стекло из целлулоида, которое было запатентовано в 1915 году и поступило в продажу в 1916 году. До его появления в часах использовали обычно стекло, которое имело свойство биться, особенно в условиях военных действий в узких траншеях. До появления целлулоидного стекла использовались всевозможные способы защиты часов. Сперва это были специальные крышки, закрывавшие циферблат, как в охотничьих карманных часах. Затем появились специально разработанные конструкции. В основном они представляли собой накладную металлическую решетку разной конфигурации, которая крепилась непосредственно к часам и защищала стекло от порчи. Такая штука получила распространение в том числе у тех солдат, которые не могли себе позволить часы с небьющимся стеклом или не хотели менять старые. Однако у целлулоидного стекла были свои минусы. Через несколько лет солдаты могли столкнуться со значительной потерей прозрачности из-за помутнения некачественного целлулоида. Также оно имело свойство менять размер из-за перепада температур, и стекло могло просто выпасть. Вскоре стал использоваться ацетат целлюлозы, и был разработан способ установки стекол под давлением, что помогло решить эту проблему. Появились даже специальные траншейные часы для медиков. Они отличались от обычных наличием красного креста на циферблате, обязательным наличием секундной стрелки с подсветкой, а также специальные шкалы для подсчета человеческого пульса. В общем и целом массовое внедрение траншейных часов в армии воюющих стран изменило само ведение боевых действий. Генералы и офицеры теперь могли легко координировать действия войск, в нужное время поднимая солдат в атаку. Появилась новая тактика передвижного огневого вала, когда артиллерия начинала обстрел позиции, а затем переносила огонь на следующий рубеж аккурат перед наступлением своей пехоты. Все это удавалось благодаря массовому распространению и развитию часового дела. В конце войны не только офицеры, но и большинство солдат сумели обзавестись такими часами, а после окончания войны они стали использовать их в повседневной жизни и запустили моду на наручные часы во всем обществе. Данный аксессуар перестал считаться чем-то исключительно женским, а стал непременным атрибутом успешного мужчины. Дизайн же траншейных часов превратился для современных нам любителей стимпанка и дизельпанка в предмет вдохновения при создании собственного дизайна часовых механизмов. Господа, если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк.